Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня снова о серии на проекте Базин Холиплей, это второй серия, все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу наш новый топовый бизнес, но вы реально будете в шоке, потому что я сам такого не ожидал, то что Максим возьмет и так быстро купит просто бизнес, и реально топовый бизнес с хорошей финкой, поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, конечно же подписывайтесь на канал, не забывайте вводить самый лучший промокод, пишите слэш мм, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод полканов, за этот промокод вы получите 350 тысяч, вам всего лишь нужно зайти в игру, зарегистрироваться, ввести мой промокод и с помощью квестов прокачать максимально быстро свой уровень, и вы просто получаете бабки, и можете себе купить машину, квартиру и просто кайфовать, играть на данном проекте, если что, вам промокод можно вводить на любом сервере. Ну и конечно же спасибо всем, кто уже ввел мой промокод, реально пацаны, вам очень большое спасибо, ну что ж, я думаю можно начинать, всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, я не буду делать интригу, потому что по названию ролика, либо по превью уже все понятно, мы купили получается заправку. Да, пацаны, я сам на самом деле в шоке, потому что, ну это как-то спонтанно получилось, то есть у нас были мысли купить заправку, там был там некий диалог с Америкосом, и в итоге через 2 дня буквально он уже забрал ее, понимаете? Это максимально было неожиданно, то есть через 2 дня буквально уже АЗС-ка была у нас, но АЗС-ка пацаны на мне, не на Америкосе, потому что я больше играю Америкоса, я больше владел бизнесами, как бы я шарю, что с ними делать там и так далее, тем более у меня когда-то была АЗС-ка очень-очень давно, помните еще Режевс был, и я тогда АЗС-ку ссылил по ГОСу, да она была очень неприбыльная, но сама суть как бы то, что я все-таки когда-то владел АЗС-кой пацаны, и теперь АЗС-ка на мне как бы, этот бизнес купил Америкос, как бы он держит компанию, я держу АЗС-ку, и наш друг держит 24-7, то есть 24-7 пацаны мы не продавали, и продавать не будем, потому что, ну это хороший бизнес, как бы там нормальная финка, да и смысла его продавать нету, потому что, ну как бы нам нужны ремки, чтобы чинить целостность, чтобы там покупать грелочки и так далее, поэтому именно 24-7 роговичах пацаны мы не продавали, то есть да пацаны мы купили заправочку, получается в АЗС-е, ну как мы Америкос купил, как бы я ни копейки сюда не вложил, тут у нас получается механик приехал, сейчас в контракте подпишет, ой молодец, ой красавчик, ой молодец, ой молодец, прям полетел родной, полную финку нету смысла показывать, потому что этим бизнесом владела девушка, которая не играла, то есть у нее там была учеба, по-моему, она этим бизнесом не занималась, здесь не было постоянно продуктов, как вы можете вспомнить, даже на стримах я об этом говорил, то что здесь никогда просто не было продуктов, а теперь это АЗС-ка владею я, и здесь всегда будет все хорошо, поэтому можете приезжать сюда закупаться, продукты как бы имеются, маловато, попозже завезем, как бы баланс лям 300, я думаю самое интересное это вам финку показать, но повторюсь пацаны, то что девушка, которая держала эту АЗС-ку, она ей не занималась, и здесь не было продуктов, поэтому нормальную финку мы не увидим, я вам потом отдельный видос через месяц запишу, и покажу вам уже нормальную финку, чистую, хорошенькую, но давайте вам покажу финку за вчера, это не чистая финка, потому что в 7 часов вечера закончились продукты, примерно чистыми финка была бы где-то, ну, 2 миллиона, как бы да, я могу вам показать, то есть, да, вот, как бы, лям 700 тут бывает, то есть, то есть бизнес реально очень хороший, мне он нравится, я его держу, пацаны, получается, третий день сегодня, как бы с утречка решил записать для вас ролик, потому что уже, думаю, пора, как бы, многие уже знают, то что у нас АЗС-ка появилась, кто-то не знает, поэтому вот такие вот делишки. Ну что ж, пацаны, какие вообще планы на эту АЗС-ку? Просто и заниматься, фармить бабки, и копить на еще один бизнес, пацаны, да, мы хотим, как бы, еще потом в будущем купить либо аптеку, либо риэлторку, что-то типа того. Насчет СТОшек мы узнавали, но там все, пацаны, очень сложно, муторно и очень дорого, поэтому СТОшку, скорее всего, мы брать в ближайшее время точно не будем, но АЗС-очку, как бы, Америкос решил приобрести. Что, пацаны, вообще нужно сделать с этим бизнесом? Как я понял, то, что на АЗС-ках можно сделать количество товаров, это 50 тысяч. В обычных бизнесах это по 30 тысяч продуктов можно делать, а в АЗС-ке можно сделать 50, поэтому сейчас мы будем копить бабки и улучшать этот бизнес. 20 тысяч, пацаны, это на самом деле мало, этого хватает на один день. Много кто заезжает, заправляется, как бы, топливо улетает, финночка растет, как бы, поэтому 20 тысяч продуктов, это так чисто на день, пацаны, реально. То есть, в первую очередь, сейчас нужно взять, будет накопить бабок, где-то лямов, наверное, 10, и просто улучшить бизнес до 50 тысяч продуктов. На самом деле, функционал заправки очень хороший, потому что там можно просто приехать заправиться, можно купить канистру, можно устроиться механиком и заправлять игроков, а можно возить топливо в компанию, либо на лодочную станцию. То есть, функционал, на самом деле, очень большой и очень хороший, и финка здесь реально, пацаны, классная. То есть, мне этот бизнес максимально нравится, цену я говорить, пацаны, не буду, потому что, честно, вот честно, пацаны, я даже точно не знаю, за сколько Америкос ее купил, потому что у меня тогда не было, когда он ее покупал, он ее купил ночью, получается. Кто, пацаны, как бы шарит, тот понимает, сколько эта ЭЗСка стоит с этой финкой, поэтому, я думаю, даже мне про цену нет смысла говорить, потому что, кто шарит, тот, как бы, поймет, сколько она стоит. Видите, даже вот, пацаны работают, как бы, с нашей заправки. Бля, это реально охуенно. Сама суть, пацаны, то, что круто, когда ты ездишь, типа, знаешь, там, встречаешь механиков, которые работают на твоей заправке, типа, ну, это реально круто, пацаны. Честно, как бы, я владел заправкой очень мало, то есть, сейчас совсем немножко все по-другому, то есть, к ней надо привыкнуть, надо немножко понять, как ей заниматься, на самом деле, потому что, ну, как бы, у меня были 24 на 7, там, и так далее, но заправкой я долгое время не владел, как бы, и я не знаю, как ей заниматься, но, в принципе, думаю, научусь. Как бы, что, там, продукты возишь просто, там, туда-сюда. Если вдруг кто-то думает, то, что, там, у нас очень дорогое топливо, пацаны, нет. Как бы, у всех цены одинаковые на АЗСках, то есть, у всех стоит плюс 80. Я не вижу смысла скидку ставить, пацаны, то, что мне жалко, просто, ну, а смысл? Как бы, я думаю, все уже привыкли к ценам, то есть, бензин не особо дорогой. Даже тот же Магнум, полный бак стоит заправить 25 тысяч. То есть, 230 литров, я считаю, то, что, как бы, это не особо дорого. Вот, если вы, пацаны, хотите, можно будет кое-что сделать интересное. Вот, реально, если вы хотите. Если вы на этом ролике покажете хорошую активность, то я записываю видео, в котором я на один день поставлю на АЗСке скидку минус 80 процентов. Насчет, пацаны, 24 на 7. Как бы, мы его не продали, то есть, он по-прежнему у нас. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Вот, YouTube Leggings, Александр Дегамов удержит, наш приятель, так сказать. Компания, пацаны, тоже на месте. Вот, YouTube Leggings, тоже все хорошо, пацаны. Насчет компании, потом поговорим, как бы, будет новая система премий в компании. Поэтому, после вето ждите видос, короче. Цены, пацаны, здесь, как бы, никто не менял, поэтому можете приезжать закупаться. То есть, все по-старому, все хорошо, все приятно. Ну, что ж, ребятишки, можно поехать проверить, будет сейчас, насчет скидочек. Если что, пацаны, GPS 8, получается, 1 и 4. Вот, заправочка наша, пацаны, в Арзамасе. Арзамас 2, как бы, можете приезжать, заправляться, там, либо, не знаю, там, канистры покупать. Либо просто, там, топливо завозить, как бы, по желанию, пацаны. Никого, как бы, не заставляю, просто по желанию. Просто по желанию, кто желает, можете приезжать, заправляться, либо возить нам топливо. Ну, что, давайте проверим, пацаны. Сейчас у нас стоит, получается, плюс 80, да? Заправка будет стоить полный бак 15 тысяч. Теперь берем, просто сделаем скидку. 3 тысячи, пацаны, полный бак будет стоить, прикиньте. Видос будет, я думаю, прикольный, потому что такого, я думаю, никто не делал из владельцев АЗСок. То есть, на один день, на 24 часа поставить на заправке скидку минус 80. То есть, если вы на этом ролике покажете реально хорошую активность, я это сделаю. Ну, что ж, дамы и господа, в принципе, рассказывать особо нечего. То есть, все, что мог, я вам показал, рассказал и так далее. Да, мы купили АЗСочку, все теперь хорошо, все красиво. Кто желает, можете приезжать к нам заправляться, как бы. Когда уже сформируется нормальная финка, я вам это обязательно покажу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Покажите реально хорошую активность. Можете нас поздравить в комментариях, потому что все-таки бизнес классный, интересный. И я думаю, он нам принесет очень хорошую прибыль. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.